Надо на реабилитацию, да, куда-то за границу. Конечно, детали, оно так трудно вырисовывать всегда. Да, от осколков, да? Угу. Про маму. А фотки покажите. Юля, задай яйцо. Ты чего издеваешься? На меня упал мужчина, он меня накрыл. Мы с мамой стояли, потом мама упала и потеряла сознание. Я ее дергаю, она не отвечает. Потом она ползла там по крови, вот это все. Она вот это все рассказывала. Это сейчас она ничего не говорит уже. На тепло. Да. Сейчас посмотрим. Ага. Что бы ты хотела? Кать. У нее вот сейчас при ее росте метр пятьдесят пять, вес тридцать четыре килограмма. Это ж, это очень плохо. У нее выпадают волосы на нервной почве. И я не знаю, куда обращаться дальше. И как лечить. Мы уже прошли все, что могли. Я понимаю, что мать никто не заменит. Ничего не сделаешь. Есть? А что ты там снимаешь? Почему? Я думала, я тебе помогала. Вот Юля первую ночь ночевала у меня после Краматорска этой ракеты. И она начала кричать, я не буду тут спать. Потому что на девятом этаже там мужчина что-то забивал. Ну вот как обычно она стучит. Она говорит, а мне кажется это ракета летит. Я не хочу слышать. Все ее вещи, которые она отбрала с собой в дорогу. Я тоже себя считаю виноватой. Если бы я ей сказала не еть, она бы не поехала. Я уже в последний день ей говорила, Маринка, может останешься. Она мне сказала, ты же сказала, что я должна спасти жизнь детям. Я поеду. Вот и все. Прихожу, прошу прощения и спрашиваю, что мне делать. Потому что я чувствую бессилие. Я не могу ничем сейчас помочь детям. У нее было какое-то предчувствие. Она мне всегда говорила. Это все очень любили. На похоронах лил сильный дождь, но был почти весь поселок. Кошек, чтобы вот это в доме не гнет. Они сказали, мы оплатим вот это все. Они же не сделали, что написали уже президенту пресс-секретарю. С ума с. Кошек, чтобы вот это в доме не гнет. У нас была собака, только на улице. У меня там будет все, наверное, напоминать о маме. И я там, наверное, не очень хочу жить. Хочу, чтобы война поскорее закончилась. И хочу, чтобы мама была живая.